не может быть главным мотиватором для обучения оценка школьная ни в коем случае не ставьте вы главу угла те оценки которые приносит ваш ребенок однако можно и этот вопрос решить чтобы ваши детки приносили хорошие оценки для этого необходимо мотивировать ну к примеру я верю в твой успех родители должны верить в успех своих детей в любом случае даже ребеночек если принес хорошую оценку плохую оценку не имеет значения обязательно ему скажите что вы его любите в первую очередь в любом случае обязательно обнимите его обязательно расскажите я в тебя верь давай узнаем а что же так произошло что ты получил именно такую оценку они другую я знаю что ты все можешь я знаю что ты решишь это вы говорите все ребенку те проблемы которые на самом деле встают на твоем пути давай если ты хочешь я тебе в этом помогу не потому что ты плохо учишься ты невнимательный смотрите какая оценочность идет да вот это же все травмирует ребенка это все у него взлазит подсознание я плохо учусь они внимательны родители часто путают гиперактивность просто непосредливым ребенком который ему надо может быть больше внимания просто следующий пункт обязательно не забывайте про режим в режиме ребенка не обязательно не только должны быть необходимые для ребенка действия то есть учеба тренировки там обязательно должен быть запланированный отдых обязательно развлечение которое лично ребенка интересует и не будет он тогда сидеть за компьютер а если и будет то не то количество времени которое он играет в электронные игры а совершенно необходимое для образовательных ему ребенку программ он сам там будет находить то что ему надо поверьте они так делают если они хотят наслаждаться своей вниманием детской жизнью а не жизнью того состояния в который вы его хотите ввести сделать тем чемпионом который хотите вы следующий шаг вот развитие талантов вашего ребенка найти творческий потенциал есть у хороших психологов тесты для ваших детей придите к психологам попросите протестировать ребенка спросите кто у меня сейчас растет он физик или он лирик это очень важно следующее обязательно объясните ребенку вообще почему мучиться точно для оценок для знаний а зачем нужны эти знания а что это ему даст в будущем и чего может лишить вот это все необходимо объяснять личный пример родителей смотрите не стоит бояться вот очень многие родители прячут свои плохие оценки свои плохие табель и рассказывают детям какие допустим они были отличники ну не стоит этого делать вы же состоялись и растите своего своего ребенка он ходит в школу вы его обувайте одеваете значит вы работаете расскажите ребенку про свою успешность несмотря на то что возможно вы получили такие оценки и объясните ему что ваши достижения могли бы быть большими или более ранними да на пять лет если бы вы в свое время проучились не нужно обманывать потому что двое родителей такие божества до которых так далеко и вот и что это такое у них растет дай ребенок сразу все потух так боже мой я не оправдываю доверие но вы же его любите и он наверняка у вас родился не для того чтобы просто идти в школу да а для чего наверно для того чтобы быть счастливым и не стоит вот делать акцент на сравнивание это очень важно и можно показать ребенку для мотиватора на чем живет весь мир принцип то в той золотой середины и он создается из цифр из качеств из каких-то составляющих молекул чтобы зажечь интерес ребенка к познанию следующий шаг вот не просто сидеть ему читать лекцию или нотацию до перечитывать компьютер а подать это в игровом преломлении справляться с трудностями это тоже следующий пункт не стоит конечно на ребенка наваливать все трудности но и не стоит его избавлять от всех трудностей ни в коем случае не ругать за плохие оценки особенно если вы видите что ребенок уже напуган уже расстроен если он прячет дневник это не значит что ребенок плохой это значит что ему всего лишь страшно если ребенок не может в том числе сосредоточиться значит возможно у него случился какой-то информационный перегруз или он наоборот слишком возбужден и повысить вот эту активность можно дать возможность выплеснув энергию ребенку через интересующие его поле рисование или секции или плавание и конечно же настраиваться на все ребенку ребенка нужно заранее не нужно сразу в него вкладывать то что ты должен тебе необходимо ты же смотри когда тебя будут вызывать и рассказывайте прописываете систему поведения дай у ребенка своя систему поведения и он не хуже нас с вами понимает как себя вести и он формируется и запихивать ему вот эти вот состояния я бы вам не рекомендовал ну и лариса хранят четкий режим дня для организма вашего ребенка по и по и по дню по неделе по месяцу чтобы организм ребенка умел сам раскладывать энергию раскладывать составляющие психоэмоциональные физически на целый день